Всем привет, с вами братуха и это игра War Robots. Хавк продаётся, Кримсон Хавк с хорнетами двумя и магнитарами. Отличная сборка, ребят. Всего за 2 500 можно взять. У нас ещё скидочки какие-то есть, нету? Продолжаем. У нас задания выполняются только вот на жетончике. На вот эти задания в стычке я не прохожу. У меня в стычку за голду неинтересно играть. Вот она, у нас стычка, тут 100 голды тратишь, возможно выиграть 250 голды. Я не хочу там играть абсолютно. Вот, в особой поставке 20, как вы видите, есть. Вчера вроде бы крутанули, ничего не выиграли. Может сегодня ещё что-нибудь откроем. Выиграем по поводу этого события, особой поставки. Вчера была скидка жетонов. Жетонов была скидка вчера. Так, где-то у нас тут жетоны. За 890 рублей вроде бы продавались монеты 3600. Сейчас они стоят в 2 раза дороже. Вот, продавались монетки. И вчера мы провели розыгрыш. Розыгрыш был неделю или сколько там. В группе Warrobots 18+, ВКонтакте. Надо было сделать репост и выиграть 1000 рублей. Просто по окончанию рандомайзер выбирает случайно человека. Вчера случайным человеком на канале Братуха Лайф в прямом эфире стал Вячеслав Старуха. Он же Док. В ВКонтакте записан Вячеслав Старуха. Так мы его знаем Док. Он заходит к нам в гости. Вот, он в клане барсов находится. Он выиграл 1000 рублей. Вчера купил вот эти монеты за 1000 рублей. И выиграл шарангу. Повесил её на циклоны. Представляете? Ой, не циклоны, катаклизмы. Повесил шарангу на катаклизмы. Доволен как удав. Куда его Ноденс теперь пойдёт? Это, ребята, неизвестно. Может Док придёт, как-нибудь нам расскажет. Заходите на стрим, ребята. На канале Братуха Лайф. Пока в отпуск не ушёл. Дальше, что у нас по игре? По игре у нас Деметр на таранах. Тараны сейчас у меня потихоньку прокачиваются. Ещё таранчики хочу вот эти докачать в топ. Потому что у меня всё равно не хватает денег. И не хватит. И очень долго копить, чтобы прокачать все эти пушки. Потому что стоит 55 миллионов, как вы видите. Это просто мама не горюй. Это бабок много. Сюда только надо 165 миллионов, наверное, да? Это ужас. Где только 165 миллионов можно нафармить? Тем более, играя без према. Где можно без према обычному человеку нафармить 165 миллионов, чтобы качнуть всего 3 пушки по одному левелу каждую. Представляете, какой ценник в игре War Robots. Так что думайте, играть или не играть в игру. Вначале оно приятно в неё играть. А потом вы окунаетесь в полную безнадёжную донатную задницу. 5 часов у нас ещё будет Таран МК-2 качаться. Мы, значит, на стриме его поставим качаться дальше. В принципе, и все новости. Ага, по поводу новостей. У нас вышел в официальной группе ВКонтакте. Ну, мы, конечно же... А, наверное, в группе официальной, я не знаю. У нас у братухи War Robots 18+. Ролик по Титану Муромца опубликовали. Спасибо модераторам большое, админам нашим. Так что после первого боя посмотрим, что это такое у нас за Муромец. Ну, а сейчас мы выпиваем бустеры по атаке. Это бустеры у нас перезарядка способностей на 10% персонального эффекта. И 2% соклана Цеп в команде. То есть взвод, да? И 30 минут будет действовать. Мы его активируем. Вот. И также ещё активируем увеличение урона 5%. Защитку увеличиваем. Здесь у нас способности... Вернее, скорость всех роботов на 20%. Быстрее будут они бегать. И также ещё у нас... О! Есть ещё на щиты 30 минут 10% щит. Этот щит добавляется 10% на... На этот, как его? Вот. Иди 2, бери отсюда. Верга, прой. 10% мне на этот. На Тайфуна будет увеличивать. Вот. И ключи давайте. Есть у нас ключики? Нет, нету ключиков. Ну, ничего страшного. Чёрный рынок у нас идёт. Чёрный рынок у нас... Шкала движется. Уже 320 ключей. Будем дожидаться скидки 50%. И тогда будем ключики открывать. А сейчас в режим превосходства, ребята, на смерть. Идём после этого боя. Посмотрим видеоролик про Муромса. Чтобы сейчас прямо очень много... Не надоедать вам. Вот. Всякими новостями. Конечно же, будем брать Фантома. Потом Равану. А потом выводить Титана Миноса. Надо выводить. Надо учиться играть. Вот. На Миносе. Правда, он не прокачанный. Всю платину на Миносе я не захотел тратить. Пушки ещё... Ладно, бог с ним. Можно как-то там пережить. На кого-то повесить, перевесить. А модули тоже нормально качнул. Потому что модули можно и на того же Муромса повесить. Или Шарангу, или Ноденса. Вот. Шикарная у нас сейчас цель перед глазами. Это был Гриффин. Или другой робот. Не помню, как его зовут. Гриффин. Это первый с одним прыжком. А потом ещё какой-то робот, в общем, фиг его знает. Не помню. Напишите в комментариях, как зовут робота брата Гриффина, который прыгает два прыжка. Вот что-то. Рэйвен. Рэйвен. Ёпты. Рэйвен. Да, вспомнил. Можете не писать. Да, можете не писать. А мы сейчас... С Найча соточку бьём, ребята, из клана Хайви. Вот. И в полёте вырубаем вот так, падает кусок железа. Представляете? Как будто это пластиковый или резиновый робот. Прямо-таки просто пипец. Ну, такая физика. Ундеркартер. Кстати, по поводу физики. Ко мне связался, со мной связался, там, менеджер по игре Арена Меч. Или Мехарена. Вот, которая вот новенькая сейчас вышла про роботов. Мультяшная такая интересная. Вот. Спросила по поводу рекламы. По поводу, там, трёх-пяти роликов. Пятнадцать минут. Сколько это будет стоить на канале. В общем, сколько это будет стоить? Ну, тысячу рублей. Четыре ролика клепать обзор там. И то, и всё. Ребята, это абсолютно не мой формат. Я сказал, что, ребята, я и так сниму ролик. Я уже поиграл в эту игру на телефоне. Мне понравилось. И этот видеоролик про Мехарену будет опубликован на втором канале Братуха Лайк. Так что заходите на канал. Поглядывайте за новостями. Подписка, колокольчик. Чтобы все уведомления шли. И увидите эту игру. Мне понравилось. Мне понравилось, что будет дальше. Будет, блин, другие карты. Веселуха какая-нибудь. Перейдём туда всем, как говорится, с этапом. Вот. Если нас, как говорится, в игре воробоцы не уважают, не любят. И не нужны им игроки. Да. Об нас вытирают ноги. То, конечно же, мы сменим игру нахрен в итоге. Вот. В рифму заговорил. Ну, а что делать? Что делать? Ребята, так оно и есть. Понимаете? Есть игрули, которые хотят биться за каждого игрока. Им нужна онлайн. А есть мега-донатные владельцы, которые чуть только набрал проект какой-то силу. Они сразу, блядь, душат донатом. Понимаете? Зарабатывают миллионы долларов, а игра умирает. Вот. Это печально нахрен. Ну, ничего не поделаешь. Проекты загибаются от чрезмерной жадности. Такое тоже случается. Так. Ну, сейчас пробовал я маяк захватить. Это у нас Немезица. У Немезица у нас быстро щит отрубается. Вот там наверху у нас домовой 90-го уровня, наверное. Или 90-го года. Это молодой домовой. Нет, 31 год, в принципе, уже не молодой, да. Домовой. Это Павнира. Мы сейчас пытались ликвидировать. Но его ликвидировали до меня. И вроде бы как короче убили. Вот. Я единственное, что смог сделать, это Орочию бить. А сейчас буду пытаться захватывать маяк. Домовой, чтобы меня не добил. Блядь, сколько у него там боекомплект. Надо нерфить уже эти Каламити. У меня уже две пушки оторвало. Можно идти нахрапом таким. Прямо на всю эту... На всю красную оперу эту бригаду. И бить их, бить и бить. У нас зарядился Минос. А это значит, что мы в игре на Титане. Вот мы бежим. У нас ХП 585 тысяч. И говорят, что можно догнать до миллиона. Вот. Давай, 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 давай. Крошим, крошим, пацана. Крошим. Отлично. Не успел взять. Маяк. Вот еще один парень. Давайте крошим, крошим, крошим. Отлично. Сейчас будут бить меня Титан. Вот этот, блядь, Титанушка. А я перезаряжаюсь. Да, 600 метров он. Сейчас мимо пострелял. Мы маячок забираем. Бьет, жгет. Вообще, красавчик, братуху жгет. Смотрите как. А у меня только сейчас перезарядка. Кипец нахрен. Не знаешь даже, как ему ответить. Просто вообще. Видите, почему не хочется вот это на Миносе играть? Любой Эноден сможет на тебя прям наложить жопу. Вот в этом плане Артур куда лучше, крепче, да, чем Минос. Ну, хотя Минос не прокачанный. Да ладно, уже надоело, блядь. Про этого Миноса в жопу его. Вот. Чисто что думали. Думал я быстро бегает. Мой формат. А он, блядь, какой-то не очень мой формат. Давайте. Маяк опять отжали, козлы. Просто красноперы лютые попались. Бьют и бьют. Маяки отбирают. Вон там парняка домовой охренел. Уже прямо в две пушки докапываются до людей. Сейчас остатки ему волью. Гад испугаю. Все пушки ему поломал. Смотрите. Все, еще коррозия его доела. Лопух, Вася. Ну, ничего не поделаешь. Проиграли, к сожалению. К сожалению, да, проиграли. Первый бой комом. Просто жопа, короче. Ну, бывает и такое. Бывает и такое. Я старался. Блин, я старался. Честное слово. Поражение. Поражение. Жижение. Жижение в заднем проходе. Поражение. Два ляма сто. Полторы тысячи очков чести. 285 тысяч серебра. Вообще гениально. Чтобы миллион заработать, надо четыре боя сыграть. Вот таких вот. Представьте, чтобы миллион заработать. А мне надо 165 миллионов. 165 умножаем на четыре. 640, ну, 650 боев надо сыграть, чтобы прокачать. Блин, в общем, вы в курсе поняли, да, про что речь идет. Вот. 650 боев надо, чтобы прокачать вот эти три пушки до 12 уровня. Гениальная игра во роботс, блять. Просто охреневаю. Так, бой, бой, бой. Мы не идем. Мы сейчас смотрим видеоролик от создателей Пиксоник. Ой, от создателей его роботс. Там будем субтитры читать. Муромец Титан от корпорации Спайт Эйдж. Спайт Эйдж взяла классические дизайны Наташи, Казака, Витязя и адаптировала их под современные условия боя. Наташа, Казак, взял атак. Муромец. И по-русски тоже. Он летает, деактивирует врагов и обрушивает на землю град-ракет. Граундмонд, новое оружие. На земле Муромец обладает большой огневой мощью. У него три слота. У меня нет телефонов. Я отдал тебе все телефоны, глупая. Вот что там он пишет? Бета, альфа, альфа. Вот две альфы, одна бета. Один пулемет такой. И то, если я Муромца выиграю, у меня одна пушка только пригодится из двух. Представляете? Обалдеть. Оружие так. Поставьте на Муромца ракетные установки Царь и Рапчер, чтобы накрывать целые отряды противников на земле. Да, ребят, это да. Энергетическое катаклизм и циклон, а также гигантские дробовики. Позволят уничтожать врагов в ближнем бою. Обалдеть. Да, все мощнее и мощнее Титана, ребята. Если вы хотите ошарашить противника внезапным ударом, вам подойдут новые орудия Булава и Кистень. Самонаводящиеся ракеты позволят уничтожать врагов из-за укрытия, даже не видя их. Вообще гениально. Ходить не надо вообще. Далеко. О, закидывай. Это моему минусу прилетело, представляете? Нет страшнее неприятеля, чем Титан с одним, двумя, тремя, пятью орудиями. Блин, еще пять орудий. Обалдеть. Режим полета. Взмывая воздух, Муромец получает невидимость, которая действует до момента посадки. Охренеть. Представляете? У него невидимость в полете, то есть его только с глазом можно перестрелять. Охренеть. А глаз действует на 350 метров у Титанов. Ха-ха-ха-ха. Максимальной высоты активируются встроенные артиллерийские пушки. Пять орудий, а вы говорите Муромец говно. Муромец обрушивает всю свою ярость, поливая залпом ракет врага и зону вокруг него. Ракетный залп бьет так больно, что пробивает физические щиты, как у Шелла или Артура. Обалдеть. Однако, мобильные роботы могут увернуться от ракет Титана. Все остальные могут попытаться спрятаться под энергетическими щитами. Абсорбер Эггис или Анцель способны вас защитить, но я думаю, что ненадолго. Чтобы враги не разбегались, пригодится вторая способность Муромца. Это Емп Блэст. Блокирует способности и активные модули для вашей цели и всех врагов вокруг нее. И рак и все, телепортироваться не может, щит включить не может. Будьте на шаг впереди врагов, застаньте врасплох, и никто не спасет их от ярости Муромца. Да, удачной охоты, командор М. Ну что ж, по сути, это самый большой, блин, крутой Титан. И теперь, мне кажется, я понял, почему мне втюхивали этого Миноса за деньги и прокачку 25%, чтобы я потратил всю платину на Миноса, а потом меня Муромцам бы накрыло. Видите, какая фигня. Все-таки, блин, против меня воюет целая корпорация. Не спайтэйч, не, не, пиксоник. О, блин, люди, а, бывает же такое. Ну что ж, вот такой видеоролик посмотрели от Муромца, очень интересно. Что там у нас с освещением? Ни хрена нет освещения. Да и похеру. Не люблю, когда в глаза что-то светит. Блядь, да что ж такое, опускаешься, подбородок съела. Так, маковку. Ну, и идем второй бой этого вечера. Там мы проиграли. Минус вообще мне не нравится. Сейчас играл, на нем, на стриме играл, вообще не нравится. Мясо галимое, вперед. Не, ну, блядь, понятно, что он третий уровень. Ну, просто не нравится вот это. Выбегаешь, и ты, вот он я, бейте меня, и все. Ужас какой-то, просто ужас. Поиск игроков 27, 28, 29 секунд. Долго ждать. Ну, что там, меня будут в игру пускать. Экшн-камеру хоть достану, успею. Полетами занимался недавно, спецзаказ был. О, я в бою. Вперед. На смерть. Ну, сначала вперед, за маячками. Парень прыгнул, мы у него между ног пробежали. Все, блин, запас закончился. Судьбы. Запас кончился, братухи еще есть. Вот сейчас уже кончилось. То есть, по сути, я, блин, это, побеждаю. Труппер-70. Давай, давай, садись, ёпт. Это старый сталкер. Робот моей юности. Да хрен бы вам там всем. Камусасам. Камусасам. Пока не взлетел. Насквозь. Шоколадно. А вон козел Орочи, смотрите. Тоже, вот представляете, Орочи вам проблем предоставляет со своим инвизом. Ну, представьте, Титан Минус, как вас обрадует. Который может летать абсолютно безнаказанно. Если у вас глаза нет, то вам все, край. Представляете, он заставит вас глаз иметь. Вот нихуя не могу сделать, представляете. Или аптечку имей, или глаз ставь, представляете. Вот такая вот история. Ничего сделать Сорочи не могу. Боля. Так что Муромец, мне кажется, еще даст всем прикурить. Равана у нас идет на смерть. Сейчас попробуем быстренько добежать. И убить этого дракона, пока он не успел скрыться. И забрать маяк без проблем. Ага, так и знал, кто будет реагировать на меня этот парень. У-ху. Двести метров, сосунок. Та-да, мы в курсе. Бля, ни разу не попал. Вот что лаги жиротворяющие делают, блядь. Ни разу в парня не попал, представляете. Это пинг, пинг такой большой. Ну, тут мне против акустики не смешно драться. Уходим. Тут, ну, бесполезно. О, блин. А, вот он. Я думал, что там красные были. Да хуй тебе, парень. Не тут-то было, ёпта. Давай, сдохни. Что ты слышишь? О, какие там ракетные. Вообще-то эти новые ракетные пушки какие-то ни о чем, которые огнивым стреляют. Ракета-огонь. Сейчас. О, меня снайпер какой-то снял, походу. Да, там издалека. Га, токс-минус зарядился. И мы побежали. Ужас, как мы быстро бегаем. Вот против кида мы вышли. Надо было дробашить. Я бы в кида бы воткнулся бы дробашами два раза выстрелил и убил бы его. Да, что-то я лоханулся. Блядь, перезарядка. Отлично. Все меня сейчас добивает. Это должен ноденс какой-то лечить. Ни хрена не лечит. Всем похеру. Ну, хотя бы маяк забрал. И то дело, наверное, доброе сделал. Если забрал вообще. У меня какие-то сомнения смутные теперь терзают. Забрал, не забрал. Противник вот так вот перестрелку играет. Стоит здесь. Безнаказанно. Сейчас огнем этого парня надо выжечь. Или толпой. Лечилку включил. Дамага больше будет входить. И это уж парня убить надо. Вау. Вау. Это снайпер куячит. Спектр там прыгает. Вижу, вижу этого спектра. На каких-то магнитарах или еще на чем-то. Там какие-то 30 тысяч хп подсасывают, гад. Фраги, наверное, сосет, сосала. Титана сейчас лечим. Лучше двоих. Вот двоих подлечили. Огонек. Пойдем, ребят. Вот они все мнутся, мнутся, боятся. Я маленький, блядь, не боюсь. Эти боятся сосуны. Вот он, снайпер там, сосалов этот. Как зовут-то? Р-3-Д-72, что-то. Еще дрон у меня такой волшебный. Прямо как понос, несдержанный херач. Тупые ракеты, согласитесь? Шляпа тупорывая, эти ракеты. Акермакер. Вот, если не Акермакер. Надо запомнить, посмотрите, прокачку этих двух ракет. Не помню, Девастатор вроде называется. Ну, стрелял в одного, убил в другого. Мы побеждаем. Это хорошо. Победа. Сейчас аккаунты посмотрим. Победа. Первое место. Три ляма триста. Три тысячи очков чести. За что? Топ-1 по урону. Топ-1 по маякам. Топ-1 по отремонтированной прочности. Нанести урон по вражеским роботам, в том числе по счетам. 888. Выиграл. 380. Уничтожил вражеских роботов. Чем длиннее сериоубийств? 350. Обалдеть. Нет, ну тут явно трех тысяч нету. За что мне это все увеличили, это непонятно. Обалдеть. Вот так вот. Шестьсот тысяч серебра без према. Это уже хорошо. Так, братушка-блогер. Кого мы хотели посмотреть? РД вот этого парня. Он настрелял миллион девятьсот девяносто семь. Вот такие пироги. Так, средний урон. Два ляма. Вот на чем он играет. Спектр и веберы. Которые вот я собирал раньше в мастерской. Четвертого уровня веберы. Представляете? Тут еще у него лично пульсарах. Тайфун на васпах. И сталкер на говняшках. И, кстати, скорпион. Значит, он спектра в конце брал. Все это были его роботы, которые мне попадались на глаза. Ну и тот акер-макер, которого тоже хотел я посмотреть. Что у него за пушки? Какой прокачки? Думаю, вообще никакой. Да, инцинератор. Вот. Пушки-инцинератор, который ракетами стреляет огненными. Девятого уровня. Сразу видно. Дамага ноль. Мегалодон Орочи. Вот Хэлэ у него еще. Орочи. Вот смотрите. Три Орочи у парня. У меня, блядь, ни одного. Вот как так? Вот кому-то прет, кому-то не прет. Ну, в этом, в этом ивенте вообще мне не везет. Вот такие вот ребята веселые у нас. Давайте дальше. О-о-о. Диметр прокачался. Ну, давайте посмотрим. Что же? Повысить за полторы. За две тысячи голды повысить Диметр. Ну, давай, потрать им что две тысячи голды. Опа. И что там? Диметр имеет увеличенную прочность. Вот это, да. Вот это поворот еще и Т2 формата. Не Т3, а Т2. Ну, и нормально. Пусть Диметр имеет там повысенную прочность. Хотя этот навык можно улучшить за тысячу. Сделать Т3 формата. Да, давайте сделаем. Вот так вот. Сделали Т3 формата за тысячу. А чтобы сделать счет, надо еще две тысячи. Жалко денег. Вот такое умение на амперметра у нас, ребятухи. Ну, что ж, третий бой, ребята. Играем, гоняем. Вот такие пироги. Муромец. Вот вам и робот. Вот вам и робот. А платину уже на прокачку этого робота у меня уже нет. Давайте. Хотя у него три пушки. Нет, самого робота я прокачаю. Одна пушка у меня уже есть. Пулемет. Можно еще два пулемета прокачать, и все нормально будет. Сейчас маячок захватываем. Пошли нахер. Да, я знаю. Вы такие парни серьезные. Но я вот попробую без вас пока. Поиграть. Вот этого парня хотел. Доктора, доктора. Отлично. Доктора убили. Теперь можно ировану сжигать. Теперь можно спокойно маяк забрать. Видели как? И я жив, и маячок наш. Эл. Ой, хап. Убили. Убили, нифига себе, шоколадно. Выхожу один на один Теперь я сзади Ох ты, засада говняная В астрал ушёл У меня нет столько денег, чтобы в астрал уходить У меня лечилочка послабее Но всё равно задницу-то мы тебе Причесали Вперёд Ёху-ху Чё ты, Диметр, блин, нос повесил Не канает маяк забрать А вот так вот Ёху-ху Телепортажка Евген здесь у нас хочет сдохнуть, правда, Евгенша? Три-пли-пипели Три-пли-пли-пля Три-пля-пли-пля Вперёд, на смерть Три-пли-пли-пли Уху-ху, обратно Нормально, хорошо Воюем Шоколадно, Евген А мне похеру Бля, ушёл в астрал Оу-у-у-у-у Чуть-чуть пожгли Целый титан вышел Нифига себе По мою душу О, сейчас аптечку возьмём Ч-ч-ч Ну, давай, иди сюда, три пришлипли Ох ты, блин, парализовал-то у меня Ну, нормально, ему так нанёс урона Блин, прискакал, пиздю Минус зарядиться успел Три минуты боя прошло, ребята Это круто Сейчас мои пулемёты начинают раскочегариваться Минус убежал, ой, да-да Ноденс, Ноденс убежал Парни, отдайте мне маяк Ну, подождите, не захватывайте Дайте, дайте, я ковыляю Ха-ха, позорище вообще Я дошёл, ура Титана жгём, ребят Блин, заморозили Вообще продуху не дают Давай, пулемёты против Ноденса Да что ж такое У-у-у-у, бодаться будем Да, я быстро отбодаюсь Ох, как мне голову оторвало Даже рована в ход не пошла Да, спасибо, Минус Что ты мне дал возможность спрятаться Спасибо, брат Ты так же сдох, как я, да? Зума Ну, давай, рована пошла в бой Ну, тут орочи У Влада У Влада денег много Орочи на новом вооружении Побежали, побежали Маячок захватывать А то просрём сейчас всю игру Три пляшма навели, ёпта Против акустики сейчас воевал, ребят И придётся воевать дальше Потому что меня никто не прикроет Нас мало осталось Проигрываем Всё, пиздолец Проиграли Блин, а чё-то печально Ха-ха-ха-ха Порточка открыта Чё-то полно стало Так, War Robots Проиграли Триста пятьдесят две тысячи серебра дали Ну, судя по Два ляма семьсот Вот так вот Два ляма семьсот Мы играли Воевали Три пятьсот Два семьсот Две пятьсот Две двести Две триста Миллион четыреста Четыре двести Четыре сто Три триста Сразу видно топ-3 Это уже прокачанные Челобреки А мы так себе Но тоже неплохо повоевали Наверное Чё-то у нас там Операции какие-то апаются Смотрим Не, ничего не апается Выходим Теперь операции Это вообще неинтересно играть Хотя вижу чью-то морду Не, знакомая Вроде на вату была похожа Так, в принципе всё Повоевали Пять часов у нас До прокачки Таран МК-2 Задания у нас здесь Кстати, должны были Выполниться Тридцать жетонов Мы получили Отлично И вот это вот Тоже у нас сейчас Выполним И получится у нас Полтос Плюс полтос Соточка И вечером на стриме Полтишок Получим Полтишок получим И откроем ещё один За 150 Вообще ничего не выпадает По 500 деталей Вот обратите внимание Очень много По 500 деталей Просто выпало Колоссально много На этом я Хочу закончить Спасибо большое Подписывайтесь на канал Ставьте лалки, дизлалки Оставляйте свои комментарии Ваше мнение очень важно Для нас Всем пока Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok